Дорогие коллеги, а это особо охраняемый крылу нашего учреждения. Здесь находятся злостные нарушители в порядке на твич-трансляциях. Спамеры, любители запустить гуся, любители спойлеров, элита шизофрении. Пройдёмте. А в этой палате, коллеги, у нас рецидивистка Сара Злобич. Она считает, что команды сливают матчи ради Total больше, всё проходит по сценариям букмекеров, всё как обычно. Ну что, Сара, как ты себя чувствуешь после нашей последней беседы? Я гораздо лучше. Я поняла, что мне можно вернуться в чат и снова общаться с людьми. А как же твои навязчивые идеи по поводу договорников и сценариев? Это всё ерунда. Я поняла, что если бы это было, были бы какие-то доказательства, скриншоты, счета, хоть что-то. Звучит убедительно. Но мне кажется, ты говоришь то, что я хочу услышать. И как только мы тебя разбаним, ты начнёшь поджигать пуканы в чате. Ну, всё же я думаю, что нам стоит продлить бан ещё на три месяца. Вонючие модераторы! Все ваши матчи подставны! Всё по сценарию! И я за вас просрал свою сотку, которыми давала мама! Пойдём со мной, если хочешь матчи, без сценариев. Субтитры подогнал «Симон»! Возвращаемся к вам, дорогие друзья! И пауза у нас немножко подольше получилась, чтобы команда отдохнула. Всё-таки тяжёлая первая карта была. Да, очень тяжёлая. Тут не только отдохнуть, но и нужно психологически прийти в себя. Сразу просто пахнули. У нас есть время для вопроса. Как вы относитесь к обновлению с ботами? Неоднозначный вопрос. Ну, типа, с одной стороны, так и должно быть. Реально. Я, как бы, как старый хрыч, отношусь к этому нормально. Потому что так и должно быть. Твой игрок вылетел. Его нет! Его нет. Типа, ну, если он вылетел, ну, окей. Значит, ему нужно просто жёстче наказание давать за это. Вопрос в том, что, то есть, как, это же порождает какие-то другие моменты. Например, как делают некоторые ребята, да? Когда играют, например, матчмейкинг толпой. Просто кикают своего... Он что-то не понравился, они его кикнули, и всё. Они понимают, что они могут за ботой играть. Да, 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 да. Сейчас ты уже этого сделать не сможешь. Ты будешь стараться наладить какой-то контакт с человеком. Ты окажешься в меньшинстве. Поэтому я считаю, что это нормально. И при этом бот ещё, ну, частично всё-таки мог ломать экономику. Хорошо, но потому что бот всё равно играет хуже человека. В стандарт, если мы возьмём человека. И он там побежал вперёд, отдался, не знаю, под дефолтный прострел, заработали лишние денежки. Ну, и можно управлять, чтобы он не бежал вперёд. Да, вопрос, будешь ли управлять им ты, либо кто-то другой его направит. Ну, как правило, управление одно всегда. У всех это холл позишн, и всё, он садится на базе, ты его потом берёшь. Тут вопрос в другом, что бот закупает всякую хрень. Да, да, да. И ты там с этим играешь. У меня пулемёта, там, не знаю, всякая фигня. Ломает экономику вам. Вот об этом-то и идёт речь. То есть сейчас просто, сейчас это воспринимается многими с криками. Во-первых, потому что у нас, в принципе, такой менталитет. Мы все изменения воспринимаем с криками абсолютно. Ну, начнём с того, что всё-таки это коснулось, в первую очередь, матчмейкинга. Да. И там вряд ли сидят такие игроки, которые, не сломал бы он сейчас нам экономику. Типа, ну, капец. Кто играет матчмейкинг? Только по фанчику, мне кажется, челики и всё. И тот только начинает играть в Counter-Strike. Ну, ты чё, серьёзно будешь играть по теть матчмейкинг? Не думаю. И сейчас чат такой. Вилы, факелы, где злоба. Типа того, давайте сожгём его на костре. Что он такой говорит? По фану, по фану сожжём, как бы. Всё нормально. Друзья, не забывайте писать нам по хэштегу UCC. Пишите свои вопросы. Вот хороший вопрос действительно был. По поводу Counter-Strike, киберспорта, в принципе, какие-то, которые вам придут в голову. Всё равно всё это отфильтруется. Конечно. Хоть и праздники вроде бы подошли к концу, но праздничное настроение, оно же всё равно ещё есть. Оно ещё теплится у меня в груди. Хочется с вами пообщаться побольше. Ну и опять будут выбирать комфортно для себя сторону Hellraiser. Естественно, выберут они сторону защиты. Ничего не поменяется. Да, ну и здесь Exazerial, конечно, чуточку сложнее придётся, чем на карте Дэнёк. Всё-таки пикни их. Но, с другой стороны, это Inferno, да, то, о чём мы с тобой говорили. Всё-таки карта уже настолько изученная и выверенная, и дефолтная, что, я, наверное, думаю, любая команда её умеет играть. Вопрос только, конечно, на каком уровне подготовка. Ну, я думаю, что Exazerial в этом плане всё должно быть нормально. Там две береты скинули проблему, между прочим. Интересный сетап, действительно. Джар тем временем выходит под яму. Пару тапов и ушёл в закрытую. Проблем под цементом будет соло принимать банан. Сужён на дистанцию ещё, при этом себе убирает не самую контактную. Заперся в угол. Тем временем, звено из двух игроков от Exazerial проходит в дом. Пытаются брать побольше информации. Не торопятся никуда, никогда, по всей видимости, на всех картах вымучивают своего соперника. Да, но Инферно, она в этом плане тоже подходящая карта для того, чтобы какие-то медленные раунды разыгрывать. Шапочку увидел. Ну, успел хотя бы один килл дать, в любом случае. Наверное, того береты-то не стоили. Я ещё ни разу не видел ни одного хайлайта из беретов. Но вот Вася мне всё рассказывает, что, мол, я хотел там вырезать какой-то хайлайт, там чел троих убил. Но пока... Пока это для меня загадка. Не знаю, береты как-то ещё, ну, под этим, на нюке, на банке. Нет, здесь тоже неплохая зонка была под флешку. Типа выйти и там замесить там двоих-троих. Но вот не полетел. Окей, флешка просто не ослепила одного из игроков. Поэтому ситуация сейчас 3 в 4. Но Exazerial опять продолжает душить. Просто история с беретами, она дефолтная для Counter-Strike. Это не то, что береты плохие, а то, что есть девайс надёжнее и лучше. Там, по 250-й тот же самый, да, и дигл, если уж вы хотите пошалить. Как говорится, здесь на вкус и цвет, наверное, всё-таки. Но и в итоге легчайший раунд для Exazerial получился. Ничего нового они нам не демонстрируют. Вся такой же стиль, очень аккуратный. И не очень приятный, наверное, когда после таких стилей играешь. Как начали свой год? Мы начали его с борьбы с болезнями. Вокруг все болеют. Да, действительно. Мы отбиваемся щитами просто каждый раз. Два комментатора у нас тут приболели, прихворали. Мы тут с зайцами единственные, полноценные, так сказать. В осаде находимся. Берегите своё здоровье, дорогие друзья. Каринка же пока бережёт своё, уходит подальше. Но Exazerial быстро заняли банан. Вообще, в целом, конечно, в 2021 год, надеюсь, будет попозитивнее немножко. В плане хотя бы перемещений по миру, да? Ну да, да. Хотелось бы какие-то уже... Ну, я не верю, на самом деле. Честно сказать, я не верю. Думаю, что никаких ланов мы не увидим в 2021 году. Это будто какие-нибудь сумасшедшие, типа риутов, которые делали даже в разгар эпидемии LAN. Я просто не понимаю, ну, зачем эти ограничения... Ну, то есть, к чему эти ограничения, когда ты смотришь эти видосы с метро, когда там просто тысячи людей в 10 сантиметрах вот так стоят друг от друга и ездят на метро, и всё остальное контактируют, и... Ну, как бы... Ну, это долгая тема, скажем так, для того, чтобы всё разбирать. Пока же прорывается Эзерилл под точку А. Поймали с калаша лайма. Ну и фларич здесь уже расшел, наверное, ничего не сделает. Хаешка-то хорошая. Ну, ты посмотри, отступают. В точку Б уходит. Два игрока по точке А, три на Б. Так, поняли, что... Так, ребят, не туда мы идём. Так, какой-то другой план был изначально. Бомбу отдать был план. В принципе, работает. Сейчас должны сорваться, по идее, из точки Б. Нет, никто не сорвётся. Ребят, помогите хоть немножко фларичу. Там есть игрок... А, нет, уже игрока. Казалось, что там ещё был в больших песках. Тройка Hellraiser просто уходит на сейв, того, что у них есть на руках. Это второй раунд для Эксэзерилл. Пока что всё напоминает... Всё идёт один в один, действительно. Это... Намекает, что всё закончится в Аббиде Hellraiser. Пара-пара-пам. Просто здесь ещё и какие-то перетяжки быстрые делать. Но вот это не нюк, где вы через вентиляцию можете прыгнуть и за две секунды оказаться. Да, эта карта очень долгий перетяжек, естественно. Поэтому она просто обожает. Вот такие вот медленные раунды, где ты качаешь карту, где-то напрягаешь. Просто угадал по итогу. Заставил, точнее, уйти защиту в другую точку. Сам вышел на пустой. А, и ты там бомбу поставил. Успел занять какой-нибудь пески, посадить дерево. Только потом они приходят. 2 500 на руках. Ну, понятное дело, что здесь будут закупаться максимум какими-то ещё под 250-ми для того, чтобы поддержать уже имеющийся бай. Но нужно делать ставку на следующий. Посмотрим, что делать будет Аксезерил. Я думаю, что это такой же уверенный контроль. Ничего такого сверхъестественного сейчас. Каких-то темповых раундов мы не увидим пока до поры до времени. Ну и... Кстати, тут работает, получается, 100% статистика по пистолеткам, которая была глобальная по командам перед стартом. Это образ Нуф-3 нам показывали. И там у Аксезерил, по-моему, на 15% больше. Это очень большой отрыв. Они пока 3 из 3 взяли. Да-да-да-да-да. К тому и идёт речь, что лук-пункт, над которым стоит работать Белл Рейзерс при всех их прочих. Хороший упад под флэш, конечно. Тут фларич остаётся битым, но самое главное, что дали антрефраг. Как проблем прогорел. Долго он решался, тушить или не тушить. Бить его сейчас, ну как бы. Под травика. Не казённая. Слушай, здесь без авика не получится. Выйти с префом. Ну, они это и планируют, я так думаю. Ну вот, вот второй игрок есть. Правда, он битый тоже. И его, конечно, легко забирают под размен. Пока, вроде бы, всё неплохо, тем более, что по точкам больше вообще никого. Но, опять же, Аксезерил этого не знают. И они думают, что на самом деле там есть кто-то. Что там есть укрепление. И выходят прямиком, возможно, в ловушку сейчас к игрокам HellRaisers. Ну, тут такая себе ловушка. Два дигла, один армор на троих. Хорошая ловушка, слушай. Очень хорошая ловушка. Они все втроем в одном месте. То есть, это тюрьма, большие пески и сайт. Пропушить через короткий, либо выпрыгивая с паласа, будет очень сложно. На самом деле, все шансы. Есть этот раунд забрать сейчас у HellRaisers. Ох, какая хорошая голова от него. Кинсы разменивает. Минус один дигл. Но армора Джара ещё остаётся. Он с сайтом. Первого забрал. И... Вот так вот. Бывает и такое. Не задавай вопросов. Не услышишь вранье. Не, ну здесь всё чётко. Как бы я понимаю, почему Аксезериал оттянулись. Ну, то есть, вы даёте два фрага. Вы думаете, что пошла перетяжка уже под точку Б. И, как бы, правильным решением было уйти под А. Тебя не смущает, что, допустим, даже в последний момент у Кенсе было три граната, он ни одну не кинул. И остальные его товарищи тоже раскидом не пользовались. Как думаете, на Ави Джуниор смогут ли попасть в топ-30? Большой-большой вопрос в этом плане. Имеется в виду, какие планы вообще у Нави на Ави Джуниор? Да, да, да. Их растащут. Да, это же команда, которая, ну, растёт не для того, чтобы, наверное, был какой-то хороший, сильный состав. Хотя, может быть, для этого в том числе. А для того, чтобы, возможно, где-то их потом продать. Где-то поменять своих игроков. Добавить, как сейчас, там, шестого игрока себе в Нави. То есть... Это просто площадка возможностей для клуба. Да, просто. Финансовых возможностей. Потому что продажа хорошего игрока может принести вам огромнейшие суммы денег, как проценты комиссионных и так далее. Ну, вот как, например, те же самые спады, да, которые просто Декстера и патси продают. То есть это просто тот уровень, который ещё, ну, не принят за стандарт. Тем временем. Тут, пока мы разглагольствовали об этом, Лайм две головы шикарнейшие опять же сносит и выводит свою команду вперёд. Очень жёстко по игрокам, по живой силе. Тут определённые есть моменты, вопросы, проблемы уже. Втроём, как проатаковать точку А? Непонятно. Ларич остаётся вон позиции. Ну, это просто повторение предыдущего раунда, только теперь вы выходите уже на девайсы. Приёмка от Ларича. Первого приговорил. Хаешка полетела прекрасная под угол. Взрыв там. Который остаётся один процент здоровья. На мизинце там прыгал. Но Паша нож. Сейчас нам продемонстрирует шикарную стрельбу и всех убьёт. Сложный тут же с обстречком крутые позиции. Какая бы шикарная стрельба у тебя не была против трёх игроков с шикарной стрельбой, твоя шикарная стрельба. Будет хуже в три раза получается. И денег не остаётся X-Ezerial. Hellraiser в этот раз они быстрее включаются в игру. Они быстрее выходят на какой-то паритет. И сейчас будут вырываться вперёд. Да, не дали разогнаться они всё-таки X-Ezerial в этот раз. Но это экономический раунд проигранный. X-Ezerial, конечно, который сейчас отбрасывает их назад немножечко. Вот поскольку сейчас будет играться этот филинерный раунд, хотелось бы про прошлый вопрос ещё добить. Именно поэтому очень многие зрители, как мне кажется, неправильно горят на команды, которые не вырываются долго в топ-1. У них, может быть, и нет такой цели, как у клуба. Они просто, ну, по своём месте живут, а игроки из него уходят потом в другие команды. Не, ну, естественно, тебе хочется показывать крутые результаты. Это естественно. Если ты их показываешь, реально крутые результаты, рано или поздно тебя вытащат хантеры в топ-2. Если при этом ты не... Да, если ты не будешь показывать просто крутые результаты, то и себя никто не захочет купить. То есть твоя организация не захочет тебя под своим крылышком, соответственно, держать. Поэтому тут такая палка на двух концах. Ты можешь и как команда выстреливать. Вот, например, вот так, как было с Gambit Youngsters. Ведь изначально, я думаю, они тоже планировались как команда, которая будет в дальнейшем, возможно, подполнять, скажем так, запасы основного состава Gambit. Но в итоге из-за того, что они начали показывать просто невероятные какие-то результаты, их просто взяли и подписали всем составом. И нужно понимать еще, что если у вас есть два состава в организации, еще очень многое зависит от топового состава, насколько хуже или лучше он начинает играть. А у Na'Vi там все хорошо, ну, как бы вы сами понимаете, прекрасно. Но могло бы быть и лучше, да? Ну, слушай, это всегда это есть следующая планка, до которой можно добираться, но это не то, что, блин, надо нам что-то с ними делать срочно, всех распустить, новых набрать. Такого нет? Нет, естественно. Не как с ВП, извиняюсь, три года назад, когда каждый полтора месяца новый состав. Тем временем, Max и Zerial не смогли побороться за банан. Очень жестко их там встретили своими гранатами ребята из Hellraisers. И уже потеряв такую львиную долю ХП, они возвращаются под точку А. Сейчас попробуют здесь что-то придумать. По раскиду у них, опять же, очень серьезный дефицит по гранатам, да? Только парочка смоков, там, флешки. Но этого может быть достаточно, чтобы, в принципе, раскидать. Но единственный момент, что нет зажигательных, да? Проходить какие-то такие ключевые позиции без моликов очень тяжело. Паша, нож прорывается. Он тут с нычки открылся неплохо. Джар продемажил, но не убил. И вот вроде бы все каленые, а стволов-то больше вызаряло. Лайм просто вот под флешечку простейшую вышел. Доработал таргет. Теперь самое главное, как-то разобраться, кто что будет смотреть. Ух, Лайм какие тайминги сейчас может словить, но его ждут. И Лайм ловит этот тайминг. Минус 4 от Лайма. В этом раунде Робан говорит, забери меня, брат. Я взял свой эйс на карте Дэнюк. Ты заслужил это. Ты возьми слой на Инферно. Лайм находится как раз-таки сейчас в больших песках. Но, скорее всего, этот фларич подтащит этот килл. Хотя... Ну, слушай, Робан, ну так... Как-то даже некрасиво получилось, если честно. Шутки шутками, но Лайм сейчас раунд реально в соло затащил. Ну, как в соло? Флешку накидали, хорошо. Хорошая флешка была первый раз. Потом просто он уже, ну, прочитал. Чуйка у него, конечно, на запредельном уровне. Идеальный тайминг. Хотя, вроде бы, его и контролили, но... Денег больше не становится у Изэриал. Вот в чем проблема. Есть такой момент. Они опять закупились до 1200, до 1500 долларов. Нужно ставить бомбу. Ну, вообще, в идеале, чтобы постоянно могли закупаться. Понятное дело, что в следующем вы так или иначе сможете себе все позволить. Вашнужа уже пробили. Тем временем Кенси пытается выйти в упор. Зорта его поддерживает. Но Ларис еще открылся с первым киллом. И только после второго его разменяли. Ну, классный такой прожим на секонд мид. Вопрос только... Ну, то есть, была ли необходимость это делать против Лолбая? Ну, наверное, да. Четвером в любом случае они остались против троих. Хоть и очень сильно просадили Лайма. А, тут чудеса просто. Паркур! Паркур! Хеллрейзерс остается также в нычке. Джар там спрятался. Ну и пока в попытках поиска сейчас Exazerial. Где они хотят попробовать все-таки найти свою силу. Демонстрировать. И выход по точку Б. Нет. Кайроны не проконтролили в центре. И от этого фрага сейчас разворачивается обратно по точку А. Лайм со снайперским таймингом. Он сейчас словит еще одно. Плохое такое ощущение. Диспозиция был. Двигался и не успел поймать этот угол. Не успевает подойти Джар на самом-то деле. Опять, понимаешь, опять вопрос точно такой же к Хеллрейзер. С к этим поджимом в большинстве. Куда вы летите? Зачем они нужны? Вы в 4-3 в ситуации против плохого бая. У вас есть контроль. У вас три игрока по точке А, один по точке Б в шикарной позиции. Просто доиграйте этот раунд. Возьмите себе пятый. И вот этот раунд, он может стать, как бы так смешно не звучало, чуть ли не ключевым. Потому что до этого момента у Хеллрейзер была великолепная экономика. То есть они сейчас были вчетвером живы. Вот на момент, когда три игрока осталось. Но вот это то, что было на карте Данюк, сейчас начинает работать иногда и здесь. Слишком уверенность такая самая реальность себе. И моменты, когда это не нужно. Просто это делается. Денег не было совершенно. Там полторы тысячи оставалось в бае. И бегали-то с пистолетами. А тут и снайперская винтовка халявная. И кольт. И калаш подарили. Просто прелесть. Хеллрейзер закупится не под ноль, конечно. Но с другой стороны, калинка под ноль будет закупаться. У него пять тысяч всего-навсего. Ну, из хороших новостей все-таки у хеллрейзер осталась какая-то экономика на бай. И, в общем-то, бай очень даже неплохой большой. Пулгранат, все есть. Но такие раунды отдавать больше не стоит, наверное. Это порождает просто и уверенность определенную в силах и экс-эзерил. Конечно. Сейчас уже начинает более нагло действовать. Но опять же, шикарный вырыв под флеш. Калинка дальше идет давить. Ничего не боится. Ну и второй игрок тут проблем вовремя. Понял, что дальше уже в размин идти здесь не стоит. Большинство заработано. Снова ситуация 4 в 3. И второй раунд подряд уже такой раунд отдавать нельзя. Посмотрим, будут поджимы или нет. Сейчас стоит 2-2. И, по идее, это идеально. Джара хорошая позиция. Выстрел ушел за угол тиммейтом. Если что, отбросить еще гранату какую-то. У проблемы есть смолк как раз. Да, пока все хорошо у них. Единственный момент, что они контролятся лонг. И, ну вот, вовремя начали раскидывать экс-эзерил. Я имел в виду то, что холл-рейзер смогут по ним, ну, начать переживать, что их обходит сити. Развели на выстрел. По итогу пропускает одного игрока Джар. И уже приходится отдавать угол и стягивать к сбилаймы. Еще один промах. А они-то пушат сейчас на сити? Нет, не пушат на сити. Проблем просто запускают. Кстати говоря, если сейчас экс-эзерил займут позиции и поставят бомбу по точке Б, такой ретейк 4 в 3 очень сложен для команды холл-рейзера. Они тем более на банан никого не отправляются и идут с нового направления. Из хороших новостей для холл-рейзера, что у экс-эзерила нет никаких гранат. Чтобы сейчас, например, там в просвет дать смок, да, и за счет этого одну из позиций закрыть. 24 секунды и, по всей видимости, религия не позволяет экс-эзерил ставить бомбу. Они понимают, что какой-то врыв должен быть. Врыв будет в момент, когда бомбу начнут ставить. Вот он. Ну, тут сложно. Экс-эзерил было сложно делать. Конечно, да, возможно, в этой ситуации нужно было сразу прям ставить бомбу, но они, видишь, проверяли пока точку. Они поняли, что мы зашли на Б, типа, а никого нет. Такого ведь не может быть. Должен быть игрок. Ну, вот так вот холл-рейзерцы переиграли. Просто сейчас денег не хватает на бай нормально. Так бы были, допустим, гранаты у Кэйрона дополнительные. Есть такой момент. И у Зорта, которому пришлось давать дроп, тоже без гранат остается. Но закупились под ноль. И по факту холл-рейзер скомпенсировали вот тот раунд, который они отдали пистолетом. Да, практически не потеряв свои девайсы. У них снова там по одному баю в запасе есть минимум. Пытается удерживать банан, при этом это очень агрессивно. Снайпер прыгает там со второй-третьей попытки. Уже очень по таймингам просели сильно. Разбирается снайперская винтовка. Не смогут подобрать вообще всё потом. А, он всё унёс? По-моему, он не нашёл его просто. Там, наверное, авик вперёд упал за стенку. Но у него есть дым, тем не менее, который он там подобрал. Он его сейчас использует. Держит банан, но в любом случае у вас осталось четверо. Калинка там полуживой на прострел. Это не в стиле XZR, а знаешь, быстрая атака какая-то после антрефрага. Они сейчас ещё будут двигаться, искать. Понимать, что Хеллрейзер попробует, возможно, где-то что-то прожать. И на этом их можно подловить. Гранат не осталось. Но, в принципе, на ребрах-то неплохое укрепление. Есть первый килл. Размен. Мой проблем давит в полтапку. Но... Эх. Всё это, конечно, безрезультатно. Хорошо распитили дэмэдж. Вообще высовывали с разных сторон XZR. И 5-4 становится счёт. Но деньги пока есть у Хеллрейзер. Но тяжко-тяжко даются раунды. Но это и понятно всё-таки. Тенденции таковы сейчас, что очень много раундов берётся именно в атаке на Инферно. Поэтому я думаю, что всё, в принципе, устраивает команду Хеллрейзер сейчас. Тут у нас по антрефрагам пока что проблем прям доминирует очень жёстко. Вроде бы и часто действительно с банана открываются, дают те самые фраги стартовые. Хаешечка полетела, Поттер. Почту Паша-нож, 50% здоровья. Но очень далеко полетел Калинка. Действительно. Карен оставил, правда, на 10 хп. Там и Паша пробитый 49 хп у него. То есть в целом-то он дэмэджа внёс неплохо. Но опять большинство XZR и снова их вязкий стиль. Это никуда не торопится. Перетяжка под точку А. Там как-то не вместе играют двойка. Меняет позицию просто лайм. И уходит он под Б. То есть всё, оставили только на плечи Фларича. Точку. Успевает вернуться лайм. Хотя бы контролировать динам. Ну, Фларича сейчас, посмотри, гранат там достаточно. У него и дым, и флешка, и хе. Он просто не стремится их сразу откинуть. Потому что помнит, Зерел не атакует быстро. Зачем мне тратить раньше времени. Пора, не мои мысли. В Зортах. А Е взрывается в двух метрах от него. Такой в двух. В метре. Минус 12 АП. Поймали проблемам. И можно выйти под Б на самом деле сейчас. Смог на малый гидать, если он есть. Они под Б пойдут. Да. И здесь только лишь Джар с Айком. И давали Энтри. Поймали на длине и понимают, что здесь, ну, в худшем случае два игрока, конечно, будут. Ну, лайм погибает. Все, в общем-то. Фларич и Джар остаются вдвоем против пятерых. Понятно, что все там битые, все красные. Но для АВП это не имеет значения. Выбить еще какие-то девайсы нужно, конечно же, из атаки. Потому что у тех там полторы тысячи, семьсот долларов. Не смогли накопить себе никакой подушки. Если будут такие киллы, то, в принципе, можно еще пободаться. Не в этом раунде, понятное дело, здесь поражение для Hellraiser. Они никак не могут закрепиться с этим преимуществом. Постоянно на один раунд выходят вперед и сразу же проигрывают. Полетели тарелочки. Вот Джар без китов, правда, тут боссы очень успевают. Да-да, тут просто еще там лишние четыре с половиной тысячи ты выбиваешь. Флоридж за роботом пойдет, но он не успеет выйти с ним на одну линию для стрельбы. Джар также никто не давит. Два девайса засейвили. И, в принципе, сейчас тут самое главное не срываться с места и дождаться, когда у вас будет полноценный байд, друзья. Но вы же помните, что у вас всегда есть промокод FIGHT. Пока действует данный турнир, Vulcan Fight Series, заходите на Vulcan Bat, регистрируйтесь с ним, получайте 200% бонуса к своему депозиту. Плюс еще и возможность засейвить ставку. Делайте ставку, не сыграло, всякое бывает. Вам вся сумма возвращается на бонусный счет, и вы горе не знаете. Ну и берется пауза сейчас, наверное, от HellRaisers. Нужно подумать, сообразить, что мы можем сделать. У нас есть два девайса поцеленных, это AWP и MK. И, может быть, даже имеет место быть закуп, но, с другой стороны, зачем? Да-да, не нужен здесь никакой закуп, конечно, дождаться следующего. Вы сейчас просто попадете вот на этот крючок постоянных баев и не слезете с него уже. Эти форсы. Аксезерилл атакует, опять же, под банан на старте, понятное дело. И... Без гранат в этот раз, чтобы их останавливать. Выходить только на стритбор. Он уже под стенкой. Там есть... Джар. Но пропустили игрокал упор, и как же спасает. Сейчас Калинка своего тиммейта, но взлетает на воздух. Джар, авик тут же его подхватывает. Но идти нужно как-то выживать. Продамажили, вроде бы, всех по чуть-чуть. Еще есть фраг от Калинки, неплохо. Да, здорово, он сейчас сыграл Калинка. Не побоялся на инициативе выйти, будучи красным, и нашел размен. Сейчас бы Фларичу подключиться. У него все-таки Кольт, есть еще пара гранат. У них здесь засада хорошая. Там юзбик лайма, будь хотя бы по 250-й. Смотрелось бы поинтересней. Но это перетяжка обратная по точку Б, я так понимаю. А там Калинка может сыграть на один килл хотя бы. Перед своей неизбежной смертью. Одного килла здесь не хватит. Ретейк будет сложен 2 в 2 выйти. А вот 2 киллона... Если по одному будут на него выскакивать, действительно, он тут с префом уже, прострелом в голову, но хп было слишком мало, там даже через 2 текстуры он спокойно... Да, так ситуация 2 в 2, но этот ретейк практически обречен на провал. Очень сложно здесь выйти. Киты, конечно, имеются, есть смог у Фларича, но был бы хотя бы девайс какой-то у Лайма. Да были бы хотя бы продемажены в таком случае Эксезериял, если уж без девайса можно было попробовать пободаться. Хей еще съел Лайм, 20 хп у него остается. Ой, слушай, ситуация раз в раз. Фларич попал по голове, между прочим, 12 хп осталось Кайрону. Найс трай, Фларич, найс трай. Шестой раунд за Эксезериял, и у Хорезис сейчас будет какой-то бай. Тут проблема лишь в том, что они не смогли засейвить снайперскую винтовку у игроки защиты, и у них денег не хватает, часто, по кухгам. Ну, можно и без авика сыграть. Там есть 4 800 у Фларича, но это слишком большой риск оставаться без армора. Нужны гранаты просто, потому что без гранат вообще на Инферно играть невозможно. Ну, а Фомаса для того, чтобы позволить себе гранаты, а до конца первой половины остается совсем ничего. Эксезериял уже не проиграли, скажем так, атаку свою. Шестерчик, если плохо. Здесь шикарная приемка банана дальше тает. Посмотри, Каленька, сколько тэмэджа вносит. Вгорает просто злая игрока. Шикарное начало для HellRaisers. Теперь ни в коем случае не допускать каких-то моментов, ошибок и не позволять разменяться Эксезериял. Эксезериял выхода нет, они идут по точку Ам, при этом Кенцы, хорошая ХАЕшка. Ну, Джар успевает его убить. Айрон трассный. И я думаю, его песенка спета здесь, он это прекрасно понимает. Ну, это раунд, конечно же, для HellRaisers. Они опять выходят на паритет, ну. Ну, не получается кому-то действительно как-то убежать, да, по счету. То есть, постоянно догоняет команду одна, вторая. И какой-то серии из раундов там прям большой показать нам не получается. Ну, вторая половина все поменяет, сто процентов. Там должны уже HellRaisers взяться за свою карту, за свой пик. Ларич поддавил, но, правда, тут параллельно с ним действует противник, да ладно. Забирает двоих! Робана, можно и тащить? Это шанс, действительно. А можно и тащить такой раунд? Упустили в жердочку. Но, Робан битый, 36 хп, конечно, сложно. Слеп, они должны на него выходить. Дал надежду и забрал сразу же. Но, опять же, терять два девайса, вот так, это, конечно, ну, наверное, не стоит. Плохо, конечно, у вас денег-то мало. Сейчас экономика-то опять на нуле у HellRaisers. Они бонусного не получают, так с Зевил бомба поставлена. Там, да, две девятьсот окенцы, но выравнивает ваши шансы минимальную. Там, вроде бы, Лайм подобрал гранаты под конец. И он сможет спокойно дропнуть еще кольт. В любом случае, разберутся, как закупиться, это точно. Паритет по раунду пока что очень плотно идет. Вторая карта, как и первая. То, чего мы и ожидали, в принципе, в таком противостоянии. А с другой стороны, три Галаша, два Галила. При том, что у HellRaisers при победе на руках МП-9. Ну, хотя бы гранат действительно много, зажигательные. Самое главное их потратить до того, как вы погибнете. Ой, какой прогрен, Банана, ты посмотри. Паша нож битый, Робана, Кенси уже забирает Лайм. Жёстко. Дальше Пашу приговорили. До конца уж так до конца идти. На эту амбразуру. Ситуация 3 в 5. Теперь уже никакого шага даже в сторону соперника не должно быть от HellRaisers. Просто стоять ждать. Хочется же, ты понимаешь? Хочется выиграть, вот что я понимаю. Да я думаю, для них все пока неплохо идет. Как и для команды X-Zerial. X-Zerial мы помним в гостях пребывают в данный момент. Хотя, Интерна, как мы говорили еще перед стартом второй карты. Дефолт, который сейчас играется всеми на уровне с миражом каким-нибудь. Мираж, давай. Соскучился? Да, я соскучился. Мне нравится мираж. Может, я вот из тех ненормальных людей. Не, мираж нормальный. Ты не говоришь, что мираж плохая карта. Просто, когда ты играешь постоянно этот мираж, с другой картой просто не играется. Она надоедать начинает, как и все, в принципе. Но, тем не менее, опять очень много девайсов отойдет Hellraiser в ситуации, когда можно было это избежать. И Кайрон, посмотри, что этого забирает. Остается... Я в какой-то момент поверил. Ситуация один в один. Просто ситуация, когда остается один игрок с кольтом в защите против игрока с калашом в атаке. Там не важно, сколько игрока атаки хп. Да, да. И ты уже сидишь такой, смотришь на этот раунд. Ситуация 5 в 2. И думаешь, ну, тут уже сейчас просто добьют и все. Как следует. А в итоге эти два игрока из XSR уничтожают 4 девайса команды Hellraiser. Отлайм опять становится лучшим игроком по итогу первой половины. Да и второй он был на нюке. Правда, кд там был поменьше. Здесь уже 1.88. Вспоминаем врывы его на ребра там и минус 4 с недоделанным эйсом. Ну, восьмой-то раунд. Ну, базовый какой-то взять себе необходимо сейчас. Ну да, против пистолетов, конечно, отдаваться ни в коем случае нельзя. Hellraiser's, они это прекрасно понимают. Это прекрасную истину. Желательно запомнить еще на вторую пистолетку, что отдаваться пистолетам нельзя. А то у них сегодня статистика крайне печальная. Опа, калинку нашли. Я уже ничему не удивляюсь. Ну, здесь неплохо Лайм сыграл. Опять собрал инфу, понимает, что еще несколько игроков находились в районе медла. Закрывает шот при этом. Задерживает Сезерил, естественно, в центре. Просто отойти. Играть на преимуществе, играть на дистанциях. Играть за счет ресурсов, за счет интеллекта, то, что сейчас делают Hellraiser's. Прокидывая одну зажигательную за второй игрок. В итоге идет на обострение. Это снова Лайм и снова шикарнейший хайлайт от него. Но, понятно, здесь игроки без арморов. Да, Тим Уэйс. Но он заслужил второй раз уже. Опять Робан. И снова Робан жадничает за Тейс. Но фларище украл. Не дают Лайму насладиться этим чувством. 8-6 последний раунд первой половины. И на самом деле это очень важный вопрос, кому он достанется. Потому что счет 8-7 и 9-6 это абсолютно разный счет. Как бы это странно не звучало. Типа, я имею в виду, что... Разные цифры, да? Да, я имею в виду, что разница огромная. Хотя, казалось бы, разница в один раунд. Но по факту это огромнейшая разница. По факту разница в три. Становится-то. Джар на контроле подсаданной, в принципе. Наглецок, кто полезет к нему в окно. У него есть прикрытие с фланга. А вот Лайма уже... Ты про это прикрытие? Слушай, там Джар уже один. Два ИП успел забрать. Да, что просто нагло второго забирает. Но падает фларище по точке А больше никого нет. С ноги вообще открыли. Слышит Паша-нож, это перетяжку с банана. Там Робана пробили по хп. А вот Паша уже, кажется, не читает. Но Паша-нож сам спалился. Теперь по нему есть вся возможная информация. Заметь, Эзериал не побежали ставить сразу бомбу. А зачем? Конечно, стреляться нужно. Веселее так. Нет, ну сейчас ситуация 2 в 2. Все-таки они в плюсе. Правда, тут Робан очень пробит. Паша-нож только лишь с Галилом. Ну, у него такая коварная позиция. Ну, этот ритейк желательно не затягивать. Они его ищут. Они знают, что Паша был где-то на секунде. Думают, что он может быть здесь. У вас 20 секунд остается для того, чтобы разыграть. Ну, что по гранатам? По гранатам есть флешка смок один. Паша-нож не получается реализовать позицию. Очень мало времени для того, чтобы сесть на дефьюз. Есть 2 килла. Успеет, не успеет. Подожди, почему не успеет? Иди. Успел. Он успел 100%. Да, 5 секунд. Да, 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 да. Нет. Сколько ему не хватило? Там 2 секунды не хватило. Ну, молодцы, ребята. Тащили, хоть и жар здесь, конечно, сумасшедший 2 килла дал. Паша-ножа немножко не полетела стрельба. С жордочкой. Такое бывает, да. Иногда. Так или иначе, 8-7. Счет максимально близкий. И пистолетки, которые пока идут на 100% за командой X-Zerial, напрягают, если честно. Хелл Рейзерс, нужно над этим работать. Явно не самый мощный соперник, с которым Хелл Рейзерс сталкивается. Но он неудобный. Но тут Хелл Рейзерс очень много сами допускает таких моментов. Вот эти поджимы в большинстве, на которых раз за разом ловят частенько X-Zerial, которые в принципе не нужны в таких ситуациях. Но они это делают, и это позволяет X-Zerial забирать раунды, которые не должны забираться. Просто почему мы говорим о том, очень важно, как команды вообще подошли к этой игре, в плане того, насколько много они играли в Counter-Strike на протяжении этих новогодних праздников. Дело не в том, что они разучились, они не могут разучиться играть в эту игру. Дело в том, находишь ли ты в состоянии потока, что тут, когда ты на протяжении рабочих, там, не знаю, месяцев, три месяца просто рубишься по 70, там, по 120 официальных карт. Но иногда, знаешь, такая затяжная пауза, она может наоборот дать тебе второе дыхание. Вот, наверное, у всех такое было, ты, типа, не играешь в Counter-Strike недели две, а потом просто заходишь, и у тебя так все летит, и ты такой, вот это круто, вот это я сейчас в форме. А на следующий день садишься, и у тебя просто вообще не летит. Вот тут такая ситуация. Ей просто ловит тебя в ловушку, он сразу такой, давно не играл, накиньте ему там. Смотри, еще, так, хороших тиммейтов ему, давай, вот это вот, они такие все позитивные, тебя пойти, думаешь, ну вот, наконец-то. Моя любимая игра. Потом тебе просто по три-четыре поляка залетает, и ты такой, окей, пацаны. Расист, расист. 8-7. Опять же, нет никого по 250-го со стороны атаки, но есть три гренадера. Ничего себе, вот так вот жестко решили с HellRaisers ребят разыграть. В защите также недефолтных пистолетов не присутствует, есть по две тысячи робана. Ну что, HellRaisers, хоть одну пистолетку-то заберем сегодня. Ну вот сейчас по тактону можно просто развести, с таким количеством-то гранат. Не на пистолетах выиграть, а на гранатах. Редко такое видишь набор гранат обширный. И один Паша-нож на точке В останавливает весь этот раскид. Хорошая хаэшка, кстати, должна взлететь, но слишком рано он ее кинул, такое ощущение. Зато две головы вовремя пришли от Паши-ножа, Лаймы. Джар, не проверяй. Бомбу, хотя бы бомбу поставить сейчас нужно HellRaisers. Чтоб вы могли в следующем раунде разыграть с хорошей экономикой. Ну, они еще могут, на самом деле, зацепиться здесь. Ну, как минимум, просто, чтобы у вас уже было спокойствие. Не идет стрельба вообще с пистолетов. Ну, вот от слова совсем. Ну, очень жестко играют на пистолетах. Хекс из Эрил. Это четвертая пистолетка уже в сумме. Но, как ты и сказал, была поставлена бомба. Правда, только один фраг по Кайрону дали. И, то есть, в любом случае, денег будет не так много. Ну, просто вы можете, допустим же, не закупаться под ноль, а сделать там бай с парой пистолетов. Еще раз выйти, поставить бомба. Паши, три кила получается в этом раунде. Еще курочка. А, то есть, четыре по итогу. Вот, как раз таки... На квадро вышел. Да. Вот как берутся эйсы. Надо лайму рассказать. Он-то все старается по людям стрелять. Можно на курочках фармить. Диглы, и у вас две тысячи остаются с лишним на следующий раунд. Отличное решение. Вы выбьете сейчас дополнительную экономику из Эрил. Возможно. Зорта не попадает. Не полетела. Ну, тем не менее, на инициативу выходит снова. Да, не боится, что там дигл. Который может тебе залепить между глаз. И посмотри, быстро такая подтяжка под точку Б от двоих. Забрать бы Кайрон, конечно. И дальше числом додавить последнего опорником. Попадает по нему на 4 КП долой. А вот Пашин уже был поболее. Нет, стопроцентно остается. Ну, здесь не армированные игроки. И пока что их просто на скиле давят. Экс из Эрил. Просто каждый раз за счет этих пистолеток Экс из Эрил получает себе 2-3 раунда на старте. Это очень много. Суммарно 5 раундов они берут на эту халяву. Слушай, можно и Кайрона поймать-то сейчас. А это была бы проблема. Ну, там уже подходит Зорта. Мы рискнули выходить пикать. Уже подходит Зорта. Кайрон сам пытается выйти. Я просто не пойму, кого они еще ищут. Так смотрят в сайте. Мы же убили уже Пашу. И Кайрон испалился здесь. Что может, там третий еще в сайте? Ну вот он и пришел, Кайрон. Только в тот момент, когда его уже не смотрели. Живо. Остается только один проблем. Ну, раунд в любом случае был выбить хоть что-нибудь. От инициативы раунд такой. Еще один килл бы, конечно, смотрелся посолиднее. А так получается, что... А если бы еще можно было бы он поставить, вообще бы здорово. А можно было бы выиграть раунд. Еще девайсы забрать. Это совсем другая история. Раскатал губу уже. 8-9. Аксезерил впереди. Вновь вот история повторяется с карты нюк. Как ты и предсказывал, Инферно не менее красочный и близкий бой нам показывает. Хаешка в яму на старт, но дамаж минимальный. Повторный раскид. Лайма пробивает. Лайма уже под стенкой. И может быть, Хилл и Резонс покажут нам быстрые раунды. Но пока торопиться некуда. То есть банана не заняли. В принципе, можно раскидать Б и прям сразу выйти. Да, да, да. Я об этом и говорю. После того, как вы... Они же понимают, что там еще гранаты есть у защиты. То есть ты можешь раскидать свои, но тебе прилетит смог. Какая-нибудь зажигательная в кафель. Линцы неплохо пробили. 68 хп у него остается Кайрон. Халышенный. Но его здесь забрать было делом техники. А вот с Пашей ножом посложнее. И разыгрался Паша ножом в защите под Б. То есть, то есть. Но дальше это в соло, наверное, не стоит здесь действовать. Он еще смог обновляет себе. Как ежик в тумане. Под флешку врывается Паша. Ну, его просто выключают. И тейк сложнейший 3 в 3 сейчас. Тем более, что битые Кэнси и Зорта. Ну, хотя бы там Юмпик свапнули на девайс полноценный. Бом мы, конечно, не поставили. Только сейчас его вакнули. О, еще и Робан проседает по хп. Есть смог и есть хае. Там флорич тоже пробили. По идее. Это хаешка вот прилетела как раз. Зорта есть дым. Можно его прокинуть на кафель. Ну, вы тут просто заперты на этой точке. Вам не получится засейвить девайса. Вам нужно идти раунд разыгрывать до конца. Робан перестрелял фонтан. И очень тяжело сейчас калинке распетлять ситуацию. Ух, засыпался. Можно было спрыгнуть в Темку, на самом деле. Поиграть на время побольше. Нежели, чем оставаться один на две позиции и разрываться. Да, Экс и Зорел прям стартует очень серьезно. Так, на третью карту. И вот у Хаулрейзерс вопрос и есть. К обороне этой точки. Вопрос. Ларичу, как он там оказался. Он хотел, видимо, он думал, что по таймингу уже либо будут сэвить. Либо сейчас пойдут в церковь. И тут я их как подкараулю. Ждать, что игрок сидит за стенкой на сити. Ну, наверное, не приходится в такой ситуации. Поэтому могу его понять. Тут такой бай через один галил. Плюс немало количества гранат. Но до полутора-двух тысяч долларов получается он. Выход под Б. Опять попытка, по крайней мере. Гранаты по-прежнему есть. Поэтому вновь мы не увидим быстрого врыва. Хотя хотелось бы. Не только калинка действует под точкой А. Заруба. Они нашли управу на него. Они знали, что он там поставит. Сидит на гробах. Пашу выключили. Тут же молниеносный врыв по точку Б. Можно ставить бомбу. Большинство заработали. Девайс бы Пашу как-то забрать еще. Тут гибко подстроились. Очень быстро. Робан калинку, правда, закрывает. 4 в 4. Да, Юркера убили. С деглами в упоре. Опять же идут с одного направления. Зарел на ритейк. Да. Вот то, что нет девайсов, это проблема. Сложно сдержать. С другой стороны, если хороший кроссфайр, сделайте выпад с Галилом. Отлично. Забрали, правда, Лайма. И вот второй фраг дать с Галилой не получилось. Остается убить только Джер и Фларич. Они оба на Манане. Играет просто на таймер. Дефьюз пошел. Открытие. И не получается остановить Дефьюз бомбы. Это 11-й раунд для Эзериал. 3 раунда преимущества. Да, но Хелл Рейзерс молодцы, конечно. Создают они проблему. Но вот Экзериал просто шикарно играют на ритейках. Прям вопросов к ним никаких. Интересный такой матчап наблюдаем. Нестандартные решения, пики под флешки. Красиво играют команды. Ну, Паша прям действительно звездит сейчас на второй половине. Разозлился. Были неудачные моменты, будем откровенны, и на Нюке, и на первой половине Инферно с не лучшими реализованными позициями по стрельбе. Но сейчас в Соло принимает. Да, да, да. Потому что у него здесь и статистика получается. Прям плюсовая идёт. Давят под Б вновь. Но пока ещё без бомбы. Гранаты есть, при этом теперь уже и хорошие девайсы. Вот вам бы такой же вариант захода на точку показать, как вы делаете на пистолетах. Они хотят, наверное, это сделать сейчас, потому что у них опять, посмотри, построение 4-1. Снова Каринка там в Соло-Люркер. И 4 игрока на банане. Они пока все раунды делали на Б, в общем-то, последние. Ну, это правильно. На самом деле, Б точка, которую можно изи вскрывать за счёт хороших раскидок. У них-то это и получается. У них не получается сдерживать ретейки. Серия моликов пошла. И там уже перетяжка должна быть, по идее, от Зорта. Но Зорта остаётся почему-то в арке. Паша-Нож, видимо, в Соло решил. Вместе с Карином это держать точку не получится. Бомба поставлена. Преимущество за команды Hellraiser. Ещё и Снайпер отлично ловит перетяжку. Да, Зорта подставился под такой лёгкий фраг. И в итоге всё. Это сейв двух девайсов. Там, кстати, Калинка ушёл. Не стал люрковать до конца. Но экономически-то сейчас Аксизерил не сказать, что блистают. Конечно. Там проблемы огромные. Они постоянно теряли кучу девайсов. Несмотря на то, что выигрывали раунды. Одно дело, когда вы теряете девайсы против девайсных. Другое дело, когда против бая на полторы тысячи долларов вы остаётесь там вдвоём. Выбивать эти стволы за ними не пойдут, конечно же, в эту секунду. Резерс довольствуется девяточкой, что они отрыв сокращают хоть немного. Друзья, не забывайте писать нам по хэштегу UCC, естественно. В чат трансляции. Сдавать свои вопросы. Рассказывать о том, как прошли ваши новогодние праздники. Может, вы нам скажете, какую игру вы для себя открыли. Многие вот свои листы непройденного открывают. И находят какой-нибудь проект, который, допустим, в 2020 прошёл мимо вас. Порекомендуйте товарищам в чате хорошую игру. 9-11 же счёт пока на экранах. И бай под ноль теперь уже у защиты. Наконец-то Hellraiser смогут выйти на бонусное. Тем самым сравняться. Но им нужно, да, им нужно сейчас показывать серию. Если покажут серию, то тогда у меня счёт получится. Тут агрессивный выпад под банан, но должен лайма ещё одного закрывать. Как-то вот не хватило гранат, такое ощущение. Вспомни, как это делали Hellraiser. Там сразу две зажигательные летели на почту. И игрокам просто некуда было деваться. Создавалась на банане паника. Для того, чтобы мог выйти игрок и спокойно под этот движ дать пару очередей. Здесь же нет. Здесь смок лежит. Из него выходит сначала нога, потом коленка, потом бедро. И в этот момент уже... Нога, типа, угадай, кто? Кто там дальше выйдет? Это Паша или Кайрон? Это Зорта. Ну, да, действительно не хватило гранат сейчас. Команде X и Z. Задумка была неплохая и могла сработать. Но вот теперь они укрепляют точку B. А это уже интересно, потому что Hellraiser ни разу, по даю, ещё за последние раунды не ходили. Их три игрока на B принимают сейчас. Зорта принимает лайма, принимает ларича. Размен есть, но ситуация уже 3 в 2. Оууу! Проблем! Такой тот самый момент, когда Проблем вообще хотел уйти. Они уже хотели отходить на АТ, так как у них там игрок. Но в этот выстрел смог. Он поставил жирную точку в этом решении, в этом раунде. И Hellraiser выходит на 10-й, как ты и сказал, и на 11-й. И напоминание для вас, дорогие друзья, что 200% к вашему депозиту прилетает по промокоду FIGHT на сайте VULKAN. И плюс одна застрахованная ставка, которую, если вы проиграете, ваши деньги возвращаются на бонусный счёт. И вы можете ими воспользоваться. Напоминаю, что у нас гласование показало, по-моему, 67 на 43 или 65 на 45 даже. Да, да, да. То есть небольшое преимущество за Hellraiser. Но, в принципе, так матчи в игре. Да, да, так и есть. Я бы даже сказал, что тут вообще 55 на 45 какие-то варианты. Это любимая аналитика Ромы Киберфокуса. Это навсегда с нами останется зло. Ну тут в этом матче 45 на 55. Ну в этом тоже. Ну в этом матче, ну 55 на 45. А тут я бы сказал, что 45 на 55. Сам момент. А ты пытаешься аккуратненько. Выделиться. Одну из команд. Ну пока такая спокойненькая перетяжка по точку Б. Аккуратненькая. Медленная. Должны выключать последнего опорника. И это 100% одиннадцатый раунд за Hellraiser. Если бы у Робана Зес бы четыре раза стрелял, может быть. Ну тут, конечно же, все просто должны доработать, ребята. И самое-то страшное для защиты всегда. Вот конец второй половины, когда у вас раунд за два начинается. Да. С трансмужной экономикой. Ты вроде бы ведешь, ведешь, ведешь по счету. Вот вроде раунды-то берутся. Но стоит тебе где-то проиграть, где-то заиграться, да. Ты оказываешься без экономики. И ты уже в качестве догоняющего. То есть одно дело, когда у вас есть, допустим, там по пять тысяч долларов. И вы, проигрывая раунд, сейвите, допустим, втроем девайсы. Тогда окей, вы можете таким темпом перезакупаться вот бесконечно. Ну, как вот раньше делали, да, Virtus.pro, когда там, JamesTime, то есть это команда, которая больше всего там сейвила. И это было реально грамотно. Они только понимали, что их ожидает какой-то рисковый ретейк, они на него даже не шли. Они уходили и спокойно сейвили три-четыре девайса. Друзья, как и в любой профессии, всегда есть подводные камни. Конечно. Но тут самое главное понимать, что работать комментатором, это именно работать комментатором. Прийти один раз в месяц откомментировать матч, и потом не делать ничего, как многие думают. Так не работает. Самое главное понимание, что это не сахар. Ты не будешь здесь кайфовать и ничего не делать целыми днями. Как многие думают, что так работают комментаторы. Но при этом это, безусловно, возможность работать в сфере, любимой для вас. То есть я наслаждаюсь, безусловно. Так что, господа, в любом случае попробовать стоит. Попробовать стоит, безусловно. Серьезно. Когда у вас есть желание попробовать или нет, всегда пробуйте. Потому что потом вы будете жалеть, что не попробовали. Так, выход тут жесткий от CallRaisers. Робана ловит полупозиции, но Кэнси как же хорош. Еще игрок подходит с малых песков. Зорту нужно отвечать. Несколько хатшотами он это и делает. И остается Джиар последний против троих. Но здесь песенка уже его спета. Здесь поторопились CallRaisers. Не верится мне, что он один здесь распетляет. Даже пусть и Зорта там битый. На 15 хп его с пистолета одной пулей можно убить. Тут поторопились CallRaisers. Не долетели еще гранаты. Возможно, такая задумка. То есть бывает такой момент, когда раскидываются гранаты. И ты выходишь типа до того, как они раскроются. Так вот о чем я. Но иногда так делают команды. Особенно на такой карте, как Mirage. Спасибо. Спасибо, друзья. Так приятно для вас работать. Здесь не долетел смог до малых песков. И из-за этого Зорта двоих сейчас убил. А потом уж он прилетел. Без того, как вся команда погибла. Опять же, быстрый выход от CallRaisers. Минут 36. Вы что, так не играем сегодня? Вам что, правила не объяснили? И реально никто не контролит Лайма сейчас. А как это это сумасшествие? Он безумец! Выходит, стреляет. Хайрон даже не сразу стал открываться. Но Лайм не смог дать фраг. Паша нажали, что 50 хп. Обидно, что Паша не убил. И уходит по итогу за бомбой. И, видимо, атаковать будут уже ребра. А при этом под длиной находятся два игрока. Эксезерил. Здесь дыму остался враг. Кенси надо отходить. Я думаю, он понимает это. Может быть, какой-нибудь Молик. У вас их три кинуть на его позицию. Да зачем? Погибнем просто так. Без чека. И два Молика сразу прокидываются. Слушай. Ну, здесь такой раунд от инициативы. Сыграли Хелл Рейзерс. И в каждой позиции их просто перестреляли. Слушай, два фрага. А значит, что в больших песках есть фраг. Если сейчас Робана убьют до того, как придет поддержка, то шансы появляются. Джарь остается опять один. Опять против троих. И опять его убивают. 13-11. И что-то подсказывает мне, что все это может выйти на третью карту. Что-то подсказывает мне, что пора вернуться к выходам под точку Б с раскидкой. Пашонос или Джарь? Сложно вопрос. Я бы Джарь, наверное, все-таки выделял. Опыт. Ну, опыта больше определенного Джара. Опыта именно. Какого-то играла. Опыта, что ты награла на тех турнирах, на которых Паша не бывал. То есть, понимаете, как бы капитан во многом это еще и психолог. Это человек, который должен быть мотивировать. Кто лучший капитан из них. Тут уже другой вопрос. И на этот вопрос могут ответить только игроки, которые играли с этим капитаном. Полностью согласен. Потому что мы не знаем, как они, как капитаны. Как они выстраивают работу в команде. Конечно. Такой вопрос невозможно ответить. Ну, если бы мы были, допустим, игроками. С опытом работы с этими капитанами. Другой вопрос. Как есть. У всех всегда есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Я говорю, пора прийти к раскидкам. Кидать гранаты зачем? Можно же выйти и просто струлять. Нет, нет. Все нормально. Они сейчас четко все сделали. Единственное, что фларич, что чудом остался живой. В ситуации 3-4 не пойдут на ритейт, я так понимаю. А, и там что-то какие-то проблемы, короче, у Зорты. Он стоит на респе. И что, будет бэкап? Ну, странно просить о бэкапе, когда уже вышли в точку игроки. Ну, обычно такие бэкапы не делаются. То есть... Зорты пришел в себя. Хотя, может, это и к лучшему. Знаешь, что они тут просели, потеряли время. Это не заставило их пойти на ритейт, который мог закончиться плачевно. Они подсейвили 3 девайса. Сейчас будут дропы пойдут. И они отыграют 26-й на уровне. Другое дело, что если они проигрывают час 26-й и не пускают Хелл Рейзерс на 13-13. Друзья, спасибо большое вам за вашу активность. Вы вот проснулись уже под конец второй карты. Давайте продолжать в том же духе. Да, интересные вопросы какие-то. Вопросы классные полетели. Можете просто писать о том, что вы подметили в игре. Какие-то моменты, которые мы упускаем. Будьте в качестве аналитиков. Тут сравнение снайперов. Но по КДшкам, конечно, тут не сахар. Ну, а с другой стороны, это инферно. Во-первых, снайперская винтовка в атаке. Это всегда сложно. Это вообще одна из самых сложных карт для того, чтобы здесь играть с АВП. Именно в атаке. Ну, Зорта-то пока вообще не настрелял с АВП. У него суммарно таки волны. Но зато с Эмки неплохо он там. Это да. Раунд шевал. Ставится пауза. Нужно что-то обсудить. Хелл Рейзер сосноюсь. Да и может у Зорта все еще какие-то проблемы технические. То есть он же неспроста там завис на респауне. Ну, я подумал, может быть, по-быстрому это все дело решили. В любом случае, да. Когда вы играете столь ответственную стадию. Сейчас опять самое главное не выпасть просто из этого ритма, который Экс и Зорел набрали. Потому что у них-то все хорошо шло. Да. И я напомню, ребят, что это не последний матч на сегодня. Дальше еще у нас будут играть Синерс против Project X. Тоже СНГ-команда будет наша бороться за право выйти в следующую стадию плей-оффа. Там будет тяжело. Да, Синерс хорошая, очень сильная команда. Крепкая. И обыграть их очень будет непросто. Но, я думаю, по зубам, если прям реально будут ребята в кондициях, то все может получиться. А вот мне кажется, что Синерс там должны будут выигрывать. И выходить на Дигнитос у нас будет такая история, что в полуфинале окажется одна команда из Европы. Хотя бы одна, потому что все остальные СНГ забрали себе слоты. Тем приятнее, на самом деле. Потому что вот если вспоминать групповую стадию, швейцарку, там изначально-то фаворитами были, ну, 50%, наверное, европейских коллективов. По итогу вышли только Будапешт 5, да, и... Синерс. Синерс, все. То есть, МБА пик, до свидания, которые вы изначально говорили, что... Нексус еще вышли. Лилмикс еще были, которые тоже вот там говорили, что все будет нехорошо. Да, Нексус точно. Ну, да, Лилмикс неплохой была команда. И кто там еще был, я даже не знаю. Да, я работаю, получается, где-то 5, 5,5 лет, получается. Звучит как приговор. Сколько ему, 5? Я около 2,5 лет. Вот такая вот история. 5,5 лет. Сколько воды утекло. Это знаешь, когда ты в детстве говоришь, сколько тебе лет, ты говоришь, там, 17,5. Да раньше еще, 12,5. Через месяц будет уже 13. Ну, 17,5-то вряд ли уже, ты говоришь. Да, 9,7,5. Я долго оставался ребенком, будем откровенно. Тебе сколько лет ребенок? Ну, 17,5. Мне до сих пор как бы еще 17, если что, а не 27, я себя убеждаю. Поэтому мне приятно, вот действительно, мы об этом говорили с тобой, да вообще в рамках эфиров, что СНГ на таком подъеме были под конец 2020 года. Я в этом вижу огромнейший плюс именно то, что в онлайне все происходит. Обычно же как это было, когда шли вот эти серии ланов? Небольшой месяц идет онлайн-турики, СНГ-команды приподнимают голову, потом начинаются ланы, бах-бах-бах, все. Европейцы опять и топы. Здесь долго, очень. Можно вспоминать ту самую Немигу, которая в онлайне очень жестко играла, и в один момент прям набрала там нереальные обороты, разносила все, что можно, но приехали на минор, и там не смогли даже выйти. Да, и это сбивает. Помню тебя на лан-турнире в Кибер-Перми, я там играл. Да, очень жаль, что в этом году не получилось вам провести этот лан. Он в том году был, что ли? Он был в позе, получается, в 2019 году. Вот такая вот история. Были времена, там ланы были. Алды, да, мы встречались с вами, да. Помните, да, эти ланы, когда ланы были. Но я говорю, это самое забавное, что делают Valve, что они отменяют все турниры, при том, что делают это очень по-хитрому. Какой лучший состав HellRaisers? Сложный вопрос, я за ними пристально никогда не смотрел, но думаю, что с Фоксиком вот та команда у них была сильная. Чего им там не хватало, тут уже другие моменты. Я еще один момент, вот когда вот говорят, какой состав был сильнее. Очень важно осознавать, что состав этот сильный, допустим, был только в рамках определенного патча, ой, ну не патча. Патча, а вот они дотеры подъехали. Тихо, я просто мысль неправильно сформулировал. В рамках определенной ситуации на просцене, потому что сейчас команда, которая участвует, она играет против других конкурентов. И, возможно, тот состав сейчас бы играл хуже, чем вот нынешний. Ну, нет, ну, тут все очень просто на этот вопрос. Просто смотришь по регалиям каким-то и все. Потому что сами же игроки, профессиональные, кто играет уже 10 лет, они говорят, что 10 лет назад уровень именно профессионализма был абсолютно иной. То есть играли намного хуже. Но, опять же, по призам ты можешь сказать. Такой состав все-таки чисто по статистике был лучше. Ну, по статистике, да, опять это сухая статистика, которая ничего не решает. По сухой статистике Hellraiser должны были размотать Azereal. Посмотри сейчас на Azereal. И здесь вообще полупозиции ловят зорты. Паша пытается опять отключать своего ауга, но только на один фраг его хватает. И это сейв должен быть. А здесь люркер-то посмотри, как подкрался. Ай-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Нет проблем, ничего тебе сделать. Нет, что идут на ретейк реально 3 в 3? 3 в 3 идут на ретейк. Что, резумели? Они не хотят просто пускать на паритет уже. Слава богу, вовремя поняли, что это ошибка. Ну, типа у них по 300 долларов, по 100. И идти сейчас погибать, это значит все, отдавать 14-й. А тут зорта закупятся, у него будут деньги. Ну, Пашу ножу можно скинуть что-нибудь. Они погромче. Фомас какой-то. Поубийственней. Дробовичок! Дробовичок и поставить его под стенку просто. Сейчас так и сыграют, кстати, как вариант. Скрим, еще наклейки. Так, да, у нас сегодня, знаешь, такой стрим воспоминаний получается. Да, были времена, Скрим играл в Counter-Strike. Мне все забавнее, это вот увидится, как это будет выглядеть лет через 20 в плане воспоминаний. Сколько вам лет? Выглядите молодо. Мы просто принимаем ванны. Да кого ты врешь? Нас гримируют перед началом трансляции. Да нет, это ванны из молока и единорога, ребят. Лет нам уже столько не живут, если честно. Ну, мне 27. Через полгодника будет 28. Мне чуть больше. Ты хорошо заивейдил. Фларич готов принимать из траншеи и отстреливаться здесь с центром. Тем временем его товарищи не стали моментально давить банан, как это делали до этого Hellraiser. Прямо заподряд раунда 3-4. Играет куда аккуратнее. Ну и пока контроль карты от Hellraiser. Такое ощущение, что опять будет притяжка под банан. Прямо любимая точка B. Я с ними здесь солидарен. На B выходить, мне кажется, с хорошей раскидкой проще, чем на A. По крайней мере, на A у них не получилось. Один из раундов разыграть. А на B вроде бы они всегда заходят в точки. Не всегда получается держать ретейк. Но в целом, дойти до цели у них давалось. Здесь тоже опять начинается эта война умов. Мол, мы уже там пять раз ходили под B. Надо разнообразие добавить. Давайте выйдем на A. Умрем там, потом опять пойдем на B. Сейчас нельзя умирать. Счет 13-13. Но с точки зрения экономики, конечно, у Exeterial все гораздо хуже. Прорыв идет через длину. Успевает вроде бы Zorta подойти с Мкой. На толку. Через библиотеку. Но его там запрут уже, скорее всего. Да, смог лежит. Zorta в него выходит прямо. А его кто-то контролит? Да, да, да. Стоит игрок на контроле. Конешка. Минус Zorta. Минус Zorta. Еще и Молик прокидывает. Здесь в песках всегда играет. Они его ждут. И сейчас заберут. Шикарный момент. 14-13. Они вырываются вперед на финишный прямой по раундам. Оставляя без денег. Ух. Погибает еще и Кайрон. И Пашка остается последней с MP. Денег нет на B. В следующем раунде. Это выход на 15-й для HellRaisers. А это матч-поинты. Да. Все на самом деле повторяется. Вот то же самое, что было на Нике. Не получается удерживать это преимущество долго ни той, ни другой команде. И там же тоже HellRaisers раньше вышли на 15-й, если мне память не изменяет. И XZR уже добили последний раунд. Да, с нулем по деньгам отправляется в следующий раунд команда XZR. Ну как с нулем, конечно. Там есть 3500-3300. А вы не можете закупаться сейчас, потому что это все. Надо давать 15-й. Какое у вас звание в КС? Ну, если же говорить матчмейкинг, то, естественно, у меня глобал был. Когда я играл матчмейкинг. Ну, Злоба эксперт, как бы. Он как бывший профессиональный игрок. А что ты смеешься? Ты же участвовал в туре, как тоже, вот вспоминая все эти ланы. Ну, раньше сам ты сказал, что уровень был совсем другой. Сейчас вон какие машины для убийства играют. Да ладно, как в старый добрый ворваться и развалить всех злоб. Я чисто плюс В игрок сейчас все. Максимум. Мой максимум. Летаю и все по карте. Я вот, я игрок отмычка. Мне говорят, ты иди туда, умри и скажи, откуда тебя убили. Но я идеально справляюсь своей работой, если что, всегда. Я на доверии, вот 100% капитану. Лучший саппорт. Ну и посмотри, какое построение сейчас Экзерил выбирает под точкой Б. Оба сидели со стороны Хэлпы. Но вовремя понял Кайрон, что лучше сместиться под гробы. Пашину уже аккуратненько прощупали прострелом. Торопится он с восьмым окном. Простите. Ну, тут уже приходится отвечать, понятное дело, на раскид. Но целая минута в запасе. Можно переждать и повторить. Проблема в том, что в Хэлл Рейзерс нет контроля секунды. Да, нет игрока, который бы собирал информацию под точка. Но это сейчас определенный диссонанс вносит в их размышления по поводу того, что они, ну, могут сделать. И могут ли их сейчас обходить спину. Очень опасно выходить без спины. Но снесли все-таки Пашу на жапу. И только Кайрон пытается настрелить, заканчиваются патроны в обойме. Лайм проверил все точки. Никаких ленивых прочеков. Все-все-все просмотрел. Ставить бомбу и стоять с Фаэром. Да, это 15-й раунд. Я думаю, здесь ничего Эксезерил не смогут сделать. Просто нереально. И два матч-поинта для Хэлл Рейзерс. Ух, как сейчас опасно для Эксезерил. И честно сказать, у них там... Ну нет, им нормально должно вроде бы насыпать уже. С учетом того, что они три раунда подряд проигрывают. Да, деньги будут. Потому что у Паши на жатом полторы тысячи. Было бы обидно на самый главный раунд не докупить себе какую-то лишнюю гранату, которая тебе необходима. Хэлл Рейзерс все-таки, кажется, закончит эту историю за основной таймер. Они разыгрались, понимаешь? Но вот это было видно и на первой карте, что Хэлл Рейзерс играют надежнее, увереннее. Просто где-то они допускали излишнюю агрессию в защите, где много отдали. Здесь им хватило этого самого запаса. Зорто с АВП. Посмотрим, какое решение он примет. Возможно, будет какой-то агрессивный пик от него. Наверное, стоит как-то брать инициативу на себя сейчас. Я поэтому и был там удивлен изначальным КФом, потому что Эксезерил были даже впереди. Тридцать четвертое место, по-моему, на шинтаве. Седьмой его. Рейзерс. Ладно. Тут история другая. Здесь история не статистика, а игры и исполнение. Для Хэлл Рейзер главное опять не совершить то, что они сделали на карте Денюк. Соло выйти, там попикать. Это абсолютно не нужно. У них есть свои раунды рабочие, которые классно получаются. У вас хорошая стрельба, вы хорошо работали в команде. А ведь из... Сколько раундов, подожди, они сыграли вот в атаке? Ну, я не знаю. Все раунды, которые они сыграли в атаке, только два раза они ходили под точку А вроде. Или три. Все остальное под Б. И ни разу Эксезерил даже не попытались это Б укрепить. Теперь уже на точку А идут, и все-таки укрепление Эксезерил может сработать. Рад есть только у Робана. Он в больших песках, наверное, как и всегда сидит. Робан... Нет, он в сайте. Зажатый. Ну, сложно будет сдержать. Очень сложно. То есть Молик прилетит к Энси сто процентов, а у него нет дыма затушиться. Ну, там в спину должны, по идее, рвануть быстро через Банан. Как-то заходить. Как только поступит информация к Энси. Перемещается. И вот в этой позиции можно было бы его ловить, но захлебывается. А так как Эл Рейзер в двадцать девятом раунде, все не в попад, гранаты вроде бы и залетели, но смог не кинули, Молик не... Ничего не кинули. Вообще. Они просто по две флешки. Да, две флешки было, и все, кошмар. Я не понимаю просто, почему так происходит. Нереализованные гранаты, это вот та вещь, которая меня дико поджигает. Вы по ресурсам впереди, у вас есть раскид, у врага нет. Что? Вы же только что делали крутейший раунд по точку АСА просто с классными раскидками, с хорошими гранатами. Шансов не было никаких. Вы выходите то же самое, по ту же точку, и просто не кидайте ни одной гранаты, кроме двух флешек. Покчам, точно. Хелл Рейзер, приятно, что вы с нами. Повсюду вы с нами. Четыре калаша, снайперская винтовка, ничего, конечно, не меняется в защите. Два Ауга, которые полюбились сегодня. Зерил на нюке. Они в четыре вообще играли периодически. Лаймо прокидывает немало гранат, но, в принципе, он остается в живых. И опять. Ну вот, ну вот. Тут уже, конечно, Зерил сами полетели на стрельбу. Не, ну они вот сейчас все делали нормально. То есть у них прилетел молик на дрова, по хорошей флешке, но Лайм четкую флеш кинул там от козырька. Я в первый раз, кстати говоря, увидел. Очень мощная такая. Мне интересно будет посмотреть статистику Лайма, потому что он был лидером. 1.8, по-моему, стата у него под конец первой половины. И он вообще по всем картам сегодня пролетел, именно как доминанта у Хелл Рейзерс. Ну и 3.5, такое нельзя проигрывать, конечно. Пытается Зорта опять выходить на инициативу, искать фраги, размены. И у него может получиться, потому что там соло-игрок. Но я думаю, его под флешку сейчас прогонят. Вы уже когда говорите эту фразу, нельзя проигрывать. Мне кажется, это байт какой-то, типа. Ну нельзя. Врыв. Цемент занимается. Ну все, проверили. Лежат карасики. Есть еще, в принципе, гранаты для того, чтобы задавить спокойно любую точку. Разворачиваются куда, где... Не получалось ничего у Хелл Рейзерс. Делается вещь, что раскидали точку Б, но посмотри, смещения от XZ вообще никакого нет. Они как сидели в поинтах, так и сидят. На этот раз все-таки решили, Хелл Рейзер, что гранаты для того и создаются, чтобы ими пользоваться. Вот, хорошая раскидка. И что, сплит точки Б? Нет, до конца на А пойдут. Все с одного места идут. Угроку в сайте там не сдобровать, конечно. Ну, снесли ему голову, и по итогу раунд уже сейчас, наверное, выигран Хелл Рейзерс. Должны же Кенси проверить. Может, конечно, Кенси тут создать какое-то прям чудо совершить. А его должны проверить хаешки. У вас две хаешки на руках, но в яму же можно их кинуть. Ну и достаточно без хаешек. Ладно, это победа Хелл Рейзерс. Все же понятно, что Зорта ничего 1 в 5 не сделает. Шикарнейшую игру продемонстрировали оба коллектива. Обидно, когда вот так сходятся две СНГ команды, да, в одном матче. Да, у нас вся эта ветка плей-оффа будет такой. И мы теряем вот так вот СНГ команды. Но X-Azaryal молодцы, большие. Но Хелл Рейзерс должны были сегодня побеждать, потому что, ну, в плей-оффе они смотрелись лучше. И, конечно, не с таким, как ожидали это букмекеры, но X-Azaryal молодцы. Ты просто понимаешь, в чем история, что за командами мы сейчас смотрим только на протяжении недели после длительных праздников. А при этом была очень большая серия игр в Швейцарке, где X-Azaryal тоже изначально кто-то, может быть, не воспринимал всерьез, но они там отыграли тоже очень достойно, выбираясь из непростых ситуаций. В общем, у команды все впереди. Пусть этот чемпионат не расстраивает их, не огорчает. Я уверен, что все у них получится. Поздравляем команду Хелл Рейзерс, которая выходит на Форзе, будет играть, возможно, там завтра. Удачи. Надо будет посмотреть по расписанию. У нас дальше еще один матч. Это Синерс против команды Project X. Никуда не уходите. Не забывайте заходить в перерывы на сайт Волкомбет и 200% лутать по промокоду FIGHT, а также одну застрахованную ставку. Мы вернемся в 18.30 к следующему матчу. О, приветствую тебя, милый друг. Присаживайся. Я хочу рассказать тебе одну сказку о том, как 16 друзей отправились на гору великую за кладом сказочным. Много мест чудесных миновать им пришлось. Путь их начался с ковров Востока Жаркого, откуда поездами русскими добирались до немецких автострад. А дальше через деревушки итальянские в Марокко заглянуть им пришлось. Да, в...